iOS 18 это следующее большое обновление системы и кажется, что говорить о нем рано, но на самом деле есть информация, которая касается списка устройств, которые будут поддерживать новую iOS, также даты выхода и некоторые фичи, которые буквально уже подтверждены в новой системе. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, это очень важно и огромное вам за это спасибо. Также подписывайтесь на канал и обои из видео есть в телеграме, ссылка на которые в описании. Первое с чего стоит начать это почему уже обсуждаем 18 iOS. Дело в том, что разработка системы она не ведется там за пару месяцев до выхода, она ведется задолго до. И сейчас уже точно есть разработка iOS 18 и может быть даже какой-то задел на iOS 19. Касательно iOS 17 и жалоб, что система работает не так, как хотелось бы, что она плохо держит батарею и в целом нестабильно. Если на своем устройстве я зайду в настройки аккумулятор, мы видим, что у меня экран активен 6 часов. Это отличный показатель и это результат iOS 15, iOS 16 в свое время. То есть на данном этапе iOS 17 допили на до тех версий системы. В принципе, 15-я была неплохой, 16-я была хуже, но 17-я держит примерно столько же по батарее и, соответственно, производительности. Никаких серьезных багов не замечается, поэтому как бы идем дальше и смотрим, что нас ждет в будущем. Первое, с чего начнем, это самый интересный вопрос. Список поддерживаемых устройств. На какие iPhone выйдет iOS 18? Если у вас iPhone 12 или новее, то вы точно остаетесь в обновлении на iOS 18. Получается, iPhone 12 серии, 13 серии, 14 серии и 15 серии точно остаются в обновлении на новую систему. Если у вас устройства 11 серии, то с большей вероятностью они также остаются в обновлении и переживать тоже не стоит. Но, однако, задуматься о продаже 11-х iPhone уже стоит, чтобы приобрести что-то поинтереснее, пока iPhone 11 стоит более-менее адекватных денег. По поводу XS, XS Max и XR, то на данную минуту все утечки говорят о том, что эти устройства убираются из обновления на iOS 18. То есть для них 17-е будет последним. И этому есть несколько факторов. Во-первых, телефоны достаточно старые. Они представлены в далеком 2018 году. Там используется процессор Apple A12 и плюс 4 гига оперативной памяти, что на текущий момент для iOS уже достаточно мало. Поэтому, чтобы не бить по имиджу компании и не получать гневные письма, что мой iPhone работает плохо, на данную минуту Apple, скорее всего, убирает их из обновления. По поводу SE второго поколения, то, я думаю, можно выдохнуть. Телефон представлен в 2020 году. Там используется A13 Bionic, который используется в 11 и 11 Pro с Pro Max. Но единственный момент, там 3 гига оперативной памяти, что мало, но и устройство маленькое. То есть не нужно ворочать большой экран, не нужно вот эти все анимации отрисовывать на большом дисплее. Поэтому он должен легче справляться с нагрузками iOS 18. Плюс она там точно будет какая-то немного урезанная. Так что вот перед вами список устройств, которые будут и должны поддерживать iOS 18. Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. И самое интересное, если у вас 10s, 10s Max или 10r, будете ли вы продавать ваше устройство и покупать что-то новее. Теперь о новых функциях, которые должны появиться в новой системе. iMessage должен стать кроссплатформенной. На данном этапе вы его можете использовать по сути только на айфонах. Между айфон и айфон иметь какое-то общение через iMessage. Но в 2024 году, а именно в iOS 18, Apple откроет iMessage для сторонних платформ. То есть месседжер станет кроссплатформенной. На мой взгляд, это уже поздно, потому что все ушли в Телеграм. И я не представляю, какие фишки должна Apple сделать в iMessage, чтобы, например, в наших регионах люди начали туда переходить. Но, тем не менее, в 18 системе iMessage станет открытым мессенджером. Дальше сторонние магазины приложений. Это наши любимые. Тут есть хорошая и плохая новость. Хорошая заключается в том, что сторонние магазины точно появятся. Вы сможете установить какой-то магазин и оттуда загружать игры и программы на ваше устройство. Apple всячески это оттягивает, потому что только через пару месяцев в Европе изменится законодательство. И тогда им нужно будет внедрять сторонние магазины. Ну а пока что нет никаких изменений. Apple оттягивает это решение, чтобы App Store не начал терять деньги уже сейчас. Плохая новость состоит в том, что, скорее всего, эта фича будет завязана по геолокации. Как было в свое время с Apple Watch и датчиком ЭКГ. В некоторых странах этот датчик под запретом и нельзя использовать эту функцию на Apple Watch. Нужно въехать в страну, где это разрешено, активировать функцию и тогда она у вас останется. Если это же будет работать со сторонними магазинами, то если вы не в Европе, сторонние магазины у вас просто не появятся. Нужно будет въезжать в страну ЕС, чтобы активировать сторонние магазины и тогда они должны остаться на ваших iPhone и работать по всему миру. Искусственный интеллект объединяется с iOS 18. Этому есть несколько причин. Во-первых, в последнее время Apple активно скупает компании, связанные с искусственным интеллектом. И во-вторых, делает инфраструктуру, а именно сервера, на которых этот искусственный интеллект будет себе жить и общаться с вашим устройством. Получается, Siri объединяется с искусственным интеллектом. Есть интеграция в приложения быстрые команды. Есть интеграция в музыку, фотографии для обработки. Получается, искусственный интеллект будет одной из главных фишек iOS 18. Слишком много новостей на эту тему, поэтому мы будем ждать дальше и смотреть, в каком направлении это будет развиваться. Еще в iOS 18 нас ждут небольшие изменения дизайна системы. К этому нужно относиться аккуратно, потому что об этом говорят каждый год. Но сейчас слишком много предпосылок. Если я зайду в настройки кнопка действия, согласитесь, это вообще не похоже на то, как выглядят настройки на любых Apple устройствах. Это совершенно новый дизайн и даже новый подход к исполнению дизайна на iOS. Плюс, если я выберу в кнопке действия переводчик, то вот так это окно выглядит, и это тоже не вписывается ни в какие рамки. Если опустить пункт управления, ко всему прочему, и тут покрутить звук и яркость вниз или вверх, вы видите, что добавляются анимации. То есть такое впечатление, что Apple допиливает iOS под внешний вид системы для очков виртуальной реальности, которые запустятся в этом году и в которых будет совершенно другой интерфейс. Поэтому, чтобы люди не отторгали внешний вид системы на разных устройствах одной компании, это все нужно подводить к чему-то единому. И именно по этим причинам в iOS 18 мы ждем изменения интерфейса, рабочих столов, каких-то окон и даже настроек. Напоследок, дата выхода. Если мы зайдем в календарь и посмотрим на июнь месяц, то обычно в июне на первой неделе месяца идет презентация для разработчиков WWDC. Там показывают новую систему и тут же выходит первая бета, которая потом все лето тестируется. В этом году первая полная неделя июня, начиная с 3 июня. То есть 4 июня должна быть презентация, на которой нам покажут iOS 18, и там же 4 июня выйдет первая бета iOS 18. Поэтому на самом-то деле ждать осталось совсем недолго. И уже очень скоро мы увидим все изменения, которые нас ждут и все новые фишки, которые Apple добавит в iOS 18. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете об этой системе, ждете ли вы ее и какой у вас iPhone. Буду рад пообщаться с вами в комментах. На этом все. Буду рад, если поддержите видео, пальцем вверх. Также подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.